Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России отмечают День знаний. В Самаре торжественные линейки в школах прошли для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные собирались своими классами на праздничных уроках. В этом году в первый класс идут почти 13 тысяч юных самарцев. Глава города Елена Лапушкина поздравила школьников и учителей с Днем знаний в нескольких школах города. Об этом репортаж наших корреспондентов. Такой долгожданный звук, первый звонок. Первоклассники собрались у крыльца 174-й школы с необыкновенным ожиданием чуда и праздника. Одевшись первый раз в школьную форму, ребята пришли доказать, что они больше не малыши, а совсем взрослые и серьезные школьники. В первую очередь, конечно, волновались больше мы, родители, потому что наши дети, они в любом случае пока еще остаются в том возрасте, когда еще мечтают о многих чудесах, да, и, конечно, первый класс, я думаю, в любом случае будет для них чем-то новым, интересным. Безусловно, это очень важный день, потому что именно в этот день закладываются основные традиции, которые будут потом через все 11 лет транслироваться. Вот то, что ребенок в первый день услышит, ту эмоцию, которую он получит, как раз она будет его сопровождать все последующие 11 лет. Для 174-й школы этот учебный год особенный. Учреждение отмечает 30-летний юбилей. За это время педагоги со своими воспитанниками добились немало успехов, что позволило войти в 2016 году в список 100 лучших школ России. На торжественной линейке учеников и учителей поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Ей показали школьный музей и обновленную столовую, где появилось современное оборудование. А это уже школа номер 83. Ее история началась в 1942 году. Даже в самый разгар Великой Отечественной войны в Куйбышеве люди думали о будущем. Держат марку здесь и по сей день. С удовольствием докладываю, что школа к 1 сентября 2021-2022 учебного года принята без единого замечания. У нас сегодня 120 первоклассников, 4 класса. И это, конечно, показатель политики правительства и государства в плане демографии, поддержки детства и материнства. В третьей гимназии будущих выпускников и первоклассников с началом нового учебного года приехали поздравить глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Третьей гимназии – это большой современный образовательный центр с трехуровневой системой развития и обучения детей. Я хочу поздравить с этим замечательным первым осенним праздником абсолютно всех – и школьников, и студентов, и учителей, и педагогов. Хочу пожелать, чтобы учебный год был легким, чтобы все задачи были решаемыми, процесс обучения был интересным, и чтобы люди получали удовольствие от нахождения в школе или в институте. В ближайшее время, вот с помощью Дмитрия Игоревича Азаровского, с помощью депутата Государственного Думы и Хинштейна Александровича, договорились о том, что у нас в Октябрьском районе, в самом насыщенном, будут построены еще две школы, что меня очень радует. На сегодняшний день готовим документы для того, чтобы максимальное число школ, там, где они нужнее всего, были включены в формируемые сейчас федеральные программы. Для меня крайне важно, чтобы появилась новая школа в Октябрьском районе, в Южном городе и в Волгаре. Школьники подготовили творческие номера для гостей праздника. Такие торжественные встречи помогают сплотить родителей, педагогов и учеников. Я счастлива, что у меня учатся такие дети, работают самые талантливые учителя, и поэтому, конечно, мы всегда в предвкушении нового учебного года. Мы ставим амбициозные задачи, которые обязательно реализовываем. Мы мечтаем, и мечта нас окрыляет. 1 сентября в самарские школы отправились 120 тысяч детей. Из них почти 13 тысяч в первый класс. Мэри Илчан, Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Василий Голдашов, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Начало нового учебного года отметили и студенты среднеспециальных учебных заведений. Первокурсники Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна отметили праздник в театре оперы и балета. И даже сами выходили на сцену, где разворачивается действие классических постановок, чтобы получить свои студенческие билеты. Андрей Горгуленко продолжит. Уникальный подарок к 1 сентября – получить студенческие билеты прямо на сцене оперного театра. Этот день знаний первокурсники Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна запомнят надолго. Более 500 новых студентов, их родители, педагоги и студенческий актив старших курсов колледжа собрались, чтобы в торжественной обстановке отметить этот праздничный день. Это такой подарок еще и духовный, для того, чтобы ребята росли и привыкали, чтобы получать профессиональные знания, человеческие и какие-то мягкие компетенции. Это очень важно для специалистов, потому что экономике нужны хорошие, высоко квалифицированные кадры, добрые ребята, чтобы они занимались волонтерством. Впереди у ребят насыщенная студенческая жизнь с лекциями, семинарами, творческими конкурсами и спортивными состязаниями. В регионе созданы все условия, чтобы студентам колледжа было комфортно не только получать знания и приобретать навыки в оборудованных помещениях, но и проявлять свои таланты в разных областях. Очень здорово, что сегодня создаются все возможные условия для того, чтобы наша молодежь активно училась и занималась творчеством, спортом, какой-то общественной деятельностью. Все это реализуется у нас в регионе по прямым поручениям нашего губернатора. Для молодых людей в этот день подготовили и концертную программу. Попури из классических произведений. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В День знаний честовали и первокурсников. В Самарский институт культуры в этом году поступили 350 учащихся. С 1 сентября новоиспеченных студентов поздравили и представители власти. Свой студенческий билет сегодня получил Дмитрий Воробьев. Сам парень родом из Нижнего Новгорода, но для продолжения учебы он выбрал Самарский государственный институт культуры. При поступлении в ВУЗ Дима набрал 378 баллов. Он играет на Домре и поступил на музыкальный исполнительский факультет. Я как-то начал заниматься с самого детства, к нам в детский сад. Пришел преподавать, начал агитировать. Я как-то, когда услышал звучание своего инструмента, я понял, что я хочу этим заниматься. И впоследствии так вышло, что я этому посвятил практически всю свою сознательную жизнь. В институте культуры всех первокурсников сегодня встречали традиционным праздничным концертом. В этом году ВУЗ стал богат на 350 творческих личностей. С Днем Знаний студентов поздравил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Я очень люблю институт культуры. И всякий раз, когда я сюда прихожу, это какой-то небольшой праздник. Даже если эти приходы или приезды связаны с какими-то рабочими моментами, вопросами. И замечательный сегодня получился даже не праздник, не День Знаний, а полноценный концерт. В этом году в ВУЗе случился большой телевой набор, благодаря которому 28 человек будут обучаться на музыкально-исполнительском факультете. И в дальнейшем работать в ведущих учреждениях культуры региона. Это наши давнишние партнеры, друзья. Поэтому с первого курса ребята, студенты будут практиковаться там. Постигать творчество и искусство не только в ВУЗе, но и на настоящей сцене. Я надеюсь, что в скором времени мы их увидим, будем им рукоплескать в этих замечательных залах. В этом году Самарский государственный институт культуры отмечает 50-летний юбилей. Благодаря содействию Министерства культуры России и депутата Госдумы Александра Хинштейна выделили средства на реставрацию фасада главного корпуса образовательного учреждения. Мэрия Илчан, Николай Епифанов, События. 1 сентября – это не только праздник, но еще и День памяти. 17 лет назад произошел теракт в школе Беслана. Три дня террористы удерживали в здании 1100 заложников. В результате штурма школы погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Сегодня во многих школах страны вспоминают о тех страшных событиях. 1 сентября во всех российских школах проходят уроки безопасности. Специалисты этой сферы напоминают ученикам о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы жизнь в школе и за ее пределами оставалась счастливой и безмятежной. Подробности знает Михаил Ермоленко. 1 сентября во всех российских школах принято начинать с поздравлений, праздничных линеек, встречи с одноклассниками и преподавателями. Но по новой сложившейся традиции этот день в учебных учреждениях также знаменуются открытыми уроками, на которых вспоминают о безопасности. Сегодня во всех школах проводится всероссийский урок безопасности. В День знаний, в первый учебный школьный день, очень важно проговорить с ребятами обо всех вызовах, которые ожидают их в нашей бурно меняющейся жизни, обо всех аспектах безопасности. Специалисты различных российских ведомств рассказывают учащимся о безопасности на улице, на проезжей части и даже в школе. Уделяют внимание информационной безопасности, а также противоковидным мерам, которые нужно соблюдать в условиях пандемии, чтобы уроки проходили в привычной очной форме, а не дистанционно. Главное, чтобы дети умели не только чувствовать себя защищенными, но и быть уверенными в своих действиях. То есть, если с ними, не дай бог, что-то случается, они должны уметь произвести правильные действия, которые приведут к тому, что опасность их минует. Уроки адаптированы под разный возраст школьников, поэтому информация доступна каждому учащемуся. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. В Борском районе Самарской области снова вспыхнул пожар, сообщают в региональном управлении МЧС. Возгорание началось в половине первого дня в селе Малое Алдаркино. Огонь охватил четыре частных дома и надворные постройки. Общая площадь составила 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожары ликвидировали в 6 часов вечера. Гаражная амнистия, возможность обжаловать штрафы ГИБДД онлайн, стопроцентные больничные по уходу за ребенком. С сентября в России вступают в силу целый ряд законов. Как они изменят жизнь самарцев, расскажем в сюжете. С первого сентября в России началась гаражная амнистия. Российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. Речь идет исключительно о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года. Еще одна новость, которая затронет всех водителей – обжаловать штрафы ГИБДД теперь можно удаленно через портал Госуслуг. Наконец-то, потому что штрафы приходят всем. Иногда эти штрафы не всегда оправданы, и водитель с ними не согласен. Но из-за 500 рублей идти, заниматься ерундой и тратить очень много времени на то, чтобы его обжаловать, не всем хочется, поскольку это нужно сделать на бумаге, подать заявление, направить почту, пойти на почту, отправить это либо в ГИБДД, либо через суд обжаловать. Теперь вот эта часть бумажная ликвидируется, и можно будет прямо с Госуслуг, с помощью учетной записи Госуслуг эти вещи делать. Наверняка первое время ГИБДД будет большинство жалоб не удовлетворять, просто потому, что нереально будет рассмотреть такой большой вал. Со временем это устаканится. С 1 сентября меняется и один из дорожных знаков, предупреждающий водителей о камере. Табличку «Фото-видео фиксация» заменил знак с точно таким же обозначением. Законодатели внесли дополнение в закон о персональных данных, который вступил в силу еще весной этого года. До конца оформилась идея законодателя о том, как могут использовать операции персональных данных сайты, страницы, мобильные приложения, любые организации, куда мы приходим за услугами, товарами и так далее, могут использовать нашу информацию. И могут ли они потом ее передавать, например, неопределенному кругу лиц. Потому что они один раз согласие получили, но мы-то даем согласие только конкретно этой организации. И не всегда людям хочется, чтобы она потом пошла дальше и дальше, например, чтобы потом звонили и предлагали кредиты. Любая норма, она эффективна, когда есть ответственность. И вот подправили немножко кодекс об административных правонарушениях. И теперь убрали возможность ограничиться только предупреждением за нарушение вот этой нормы. И установили штраф. Нововведения затронули и оплату больничных по уходу за детьми в возрасте до 7 лет включительно. Теперь размер больничного составит 100% от среднего заработка, независимо от стажа родителей, а также от того, где лечат ребенка в стационаре или амбулаторно. Также работодатели с осени будут обязаны переводить в трехдневный срок удержанные денежные средства после перевода зарплаты должнику на депозитный счет службы судебных приставов. Попадет под запрет звуковая реклама. У нас по городу встречаются такие вещатели, которые говорят, что скидки, скидки, скидки. Это, конечно, раздражает особенно жителей близлежащих домов. И также запрет действует на рекламу с транспорта. Это очень приятное нововведение, которое наконец-то случилось. Несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах. Раньше это можно было сделать тем аптечным организациям, у которых не менее 10 аптек в стране и есть свой сайт. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Впереди блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Ростуризм продлил окно продаж по программе туристического кэшбэка. С чем это связано? Остались свободные средства, которые правительство выделяло ранее. Вот их и решили использовать. Но сначала об интересных предложениях российских банков. Россияне смогут получить ипотеку с 18 лет. Это анонсировал один из крупнейших банков страны. Пока на жилищный кредит можно рассчитывать только с 21 года. Молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы – кредиты на новостройки и готовое жилье. Другие требования, минимальный платеж и срок кредита не изменятся. Также сохранится требование о стаже. На текущем месте работы не менее трех месяцев. В банке пересмотрели условия, потому что все больше молодежи задумывается о кредитах на покупку недвижимости, а снижение возрастного ценза даст возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки квартиры. Крупные банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили. Клиенты смогут получить средства для покупки у официальных дилеров. Пока на сегмент приходится менее 1% общего объема рынка автокредитования. Заемщики смогут получить средства на срок до 7 лет под 3% годовых. Максимальная сумма кредита – 7 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20%. Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на две недели. Туристы смогут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Продажи должны были завершиться в последний день лета, но из тех денег, что правительство выделило на программу, осталось 400 миллионов рублей. Напомню, что для получения туристического кэшбэка необходимо оплатить тур онлайн картой МИР. Туда автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Официальный курс доллара на 2 сентября – 73,19 рубля. Американская валюта снизилась на 9 копеек. Евро – 86,39 рубля. Европейская валюта потеряла 27 копеек. Нефть марки «Брент» – 71,91 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 443 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 90 641 человек. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 316 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 77 969 пациентов. Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики коронавируса в новом учебном году. Школы должны будут организовать ежедневные утренние фильтры без создания столпотворения с обязательным измерением температуры на всех входах в здание. В учебные заведения не будут пускать людей с признаками респираторных заболеваний. В сентября будут проводиться тщательные уборки с использованием дезинфицирующих средств. Также в школах обязательно наличие антисептиков для обработки рук и приборов для обеззараживания воздуха. В Роспотребнадзоре отметили, что обязательное ношение масок в школах учителями и учениками не предусматривается федеральным законодательством. Специалисты советуют чаще проветривать помещение. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прописки. В одном из кабинетов, работающих круглосуточно или в мобильном пункте. Как проходят процедуры в Чапаевске, расскажем в сюжете. Жительница Чапаевска Татьяна Быкова говорит, к своему здоровью привыкла относиться ответственно. Особенно последние семь лет, с тех пор, как стала мамой. Приходится отвечать не только за свою жизнь, но и думать о будущем ребенка. Вакцинироваться я решила по той простой причине, что я всегда вакцины все делаю. У меня прививки от любого инфекции есть. Поэтому ковид – это та же самая инфекция, и с ней нужно как-то бороться. Это во-первых. А во-вторых, у меня ребенок несовершеннолетний. В Чапаевске вакцинацию проводят по адресу Медицинская 3А. Там располагается терапевтическое отделение номер 2 городской больницы. Кроме того, на базе 4-го терапевтического отделения Чапаевской ЦРБ работает круглосуточный пункт вакцинации. Особое внимание уделяют иммунизации людей пожилого возраста. Их приглашают на прививку участковые во время приема. Обзванивают. При необходимости выезжают для вакцинации на дом. Основной упор мы, конечно, стараемся сделать на лицах старше 60 лет. Потому что эта группа, к сожалению, наиболее уязвима как для самого ковида, так и для осложнений от коронавирусной инфекции. Ну и, соответственно, наша задача, первоочередная, это сделать максимально безопасной жизнь наших пожилых граждан. Вы знаете, у нас весь подъезд уже завакцинировался. Я осталась одна. И по телевидению, и по радио твердят одно и то же. Но хочется пожить еще подольше. На сегодняшний день вакцинацию прошли 1 миллион 31 тысяча 104 пациента. Напомним, что и в Самаре пожилые и маломобильные граждане могут обратиться к врачам, чтобы те провели им вакцинацию на дому. Виктория Шарая, События. В областном центре подвели итоги второго тура акции «Самары. Я привит» для жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса с 26 июля по 31 августа. Победители выбирали по специальной математической формуле. В прозрачности процедуру убедилась и наша съемочная группа. И с вакцины, и с призом. В областном центре подвели итоги второго тура акции «Самара. Я привит» для жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса в период с 26 июля по 31 августа. Свыше 15 тысяч участников поборолись за 258 призов. От телевизора, ноутбука или смартфона до билетов в театры и музеи. Второй этап прошел более спокойно. Видимо, уже очень много людей в первом этапе посмотрели, что и как требуется, и, соответственно, поспешили сделать вакцину. Победители, которые получат дорогостоящие подарки, выбирали по математической формуле, которая привязана к курсу валют на сегодняшний день, и номеру с НИЛС, который указывался при регистрации. Скажите, пожалуйста, вы подтверждаете, что вы сделали прививку? Да, две. Это, который спутник. Ваш приз – смартфон. Ух ты, спасибо. Какую вакцину вы сделали? Спутник – две. Наталья, мы констатируем тот факт, что вы стали победителем акции, и ваш приз – смартфон. Ой, спасибо. Расскажите о себе. Я работаю у шефа. Хобби у меня я люблю готовить. Вот. Ой, детей. Победители акции «Самара, я привит» получат информационное письмо на электронную почту или телефон, данные, которые использовались при регистрации. Для получения приза участнику необходимо подтвердить данные, указанные в заявке, а также предоставить сертификат о проведении профилактической прививки. Информация о победителях акции также будет опубликована на сайте samarayaprivit.rf. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Около сотни детей с особенностями развития бесплатно побывали на спектакле «Карлик нос» в Самарском театре «Кукол». Организовала праздник в День знаний городской организации инвалидов. После спектакля дети получили подарки. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Иван Песков вместе с мамой Анелии в этом году не пропустил еще ни одного спектакля в Самарском театре «Кукол». Любимое представление – мой дадыр. Поэтому, когда пригласили отметить День знаний в театре, с радостью согласились. Учеба в школе и культурный досуг должны дополнять друг друга, считают родители. В День знаний театр «Кукол» распахнул двери для детей с особенностями здоровья. Перемещаться внутри здания таким детям комфортно. Ведь интерьеры после капитального ремонта, адаптированные под инклюзивных детей, в том числе и зрительный зал. Для колясочников есть специальные места. Путешествие детей в загадочный мир началось уже на крыльце и фае театра. Их встречали и развлекали персонажи известных русских, советских и зарубежных сказок. Это и шарманщик с обезьянкой, который загадывает загадки. Это и король с королевой, который проводит викторину, и шипокляк с крысой Ларисой устраивает праздник непослушания. В кукольный театр в День знаний пригласили ребят, которые идут в основном в первый класс. В этом году только в Самаре за партой в первый раз сядут более ста детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас уже школы есть в Самаре, доступные для детей инвалидов на колясках. У нас в принципе, мы сейчас говорим, даже если ребенок маломобилен, но родители считают, что он может посещать школу, им идут навстречу. То есть в данном случае делается все, чтобы было удобно и качественно ребенку. Это очень важно. Спектакль «Карлик нос» показали бесплатно. Это подарок от творческого коллектива театра кукол. А после представления школьники без сюрпризов тоже не остались. Городского общества инвалидов подарили детям косметические наборы и угостили мороженым. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok